А мы перейдем к настоящему открытию, а может быть все это затянется на уровне какого-то вот этого вот ОБТ, как сейчас все это с Аризоны. И они на самом деле есть у многих, потому что, ну, в самом деле, если мы сейчас посмотрим на скриншот, то сможем увидеть, что все и, типа, как-то все очень четко, как будто бы какие-то ультра-дупер-пупер настройки. Новое видео выходит каждый день в 20.00. Ролик сделан при поддержке Аризоны РП. Вся дополнительная информация в описании. Завершаем эту неделю хайповой темой и по совместительству хорошей новостью, если это так можно назвать вообще, потому что на мой канал, как я понимаю, подписывается большое количество мобильных вот этих вот всех АКРМПшников, которые, типа, ждут новости не только, типа, по ГТА Сампу, там, по вот этим вот всем Сантропе, Аризоны РП. Аризоны Мобайл и все-все-все прочее, а еще и повод каким-то КРМП всем проектам. И, судя по тому, как набирают просмотры ролики про Радмир КРМП на ГТА Самп для Андроид или ГТА Сан Андресен для Англии или ГТА Криминальный, в общем-то, это абсолютно точно не важно. Я могу сделать вывод, что, ну, всем, наверное, интересно посмотреть на то, как там, что вообще будет с этим самым Радмир КРМП. И сегодня у нас, опять-таки, есть новый инсайт по поводу этого самого Радмир КРМП, по поводу того, что там вообще будет и куда оно все нас по всему итогу-то приведет. В общем-то, давайте начнем. Вообще, не так давно Евгений Ковалевский уже на своей страничке ВКонтакте тизерил то, что вот у них разрабатывается этот самый мобильный порт, так скажем, вот это вот все Радмир КРМП на телефоны. И непонятно, будет ли это удачный порт или неудачный, но то, что его ждут, это прям, ну, вот максимально точно и максимально, ну, понятно уже должно быть абсолютно точно всем. А вообще, у меня был даже ролик отдельный на эту тему, то есть я там рассказывал о том, что Евгений Ковалевский вот оттизерит весь свой вот этот вот Радмир КРМП. Скоро, наверное, мы сможем на все это посмотреть, скоро вполне возможно мы сможем на всем этом поиграть. Пройдут там ЗБТ, вот эти вот все ОБТ, и потом, наконец-таки, мы перейдем к настоящему открытию. А может быть, все это затянется на уровне какого-то вот этого вот ОБТ, как сейчас все это с Аризоной. Но Аризону сейчас тестируют, Аризона сейчас там меняется в какую-то лучшую свою сторону, в лучшую свою апостасию и все-все-все прочее. И в будущем, возможно, что Аризона Mobile Roleplay GTA Samp версии 0.3.7, 0.3.8 или 0.3.DL, он как бы обгонит все остальные сервера. Правда, непонятно, как можно высчитать онлайн у Аризона Mobile, ведь это, типа, компьютерный сервер, и ты заходишь на него с телефона, и просто, типа, чуваки видят тебя как о компьютерного игрока, и даже могут не знать, что ты-то на самом деле играешь с телефоном. Но это не так важно, потому что сегодня у нас совершенно другая тема. Сегодня у нас Евгений Ковалевский тизерит то, что вот, мол, все, у нас скоро уже все будет. Он пишет, мол, ждете уже тот момент, когда взлетите на свой акс телефона, я себе скоро куплю Android телефон тоже, лайк, если очень ждете. И все это, как бы, было сегодня, в воскресенье, в 2 часа 13 минут, и все сразу же, знаете ли, такие новостные издания набросились на всю эту тему, потому что, ну, больше объективно обсуждать нечего. Уже даже вот эти вот, казалось бы, компьютерные издания по типу LifeSamp и всего-всего прочего, которые обычно, по сути, обсуждают новости-то, связанные с компьютерными вот этими всеми штуками, с компьютерными, со всеми вот этими вот ютуберами, даже уже LifeSamp набрасывается на все эти новости, потому что объективно обсуждать больше нечего. Сейчас лето, сейчас особо-таки ничего не происходит, и написать, так сказать, ромашки, ромочки, руководящему всего вот этого ебнутого, блядь, журнала, нечего, поэтому он пишет вот что-то подобное. И, в общем-то, да, Евгений Ковалевский скидывает на свою страничку ВКонтакте скриншот, типа, локскрина с Радмир Кремпе, и у меня сразу же есть несколько вопросов, и они, кстати, появились и у других людей в комментариях, я так почитал, я так посмотрел, и они, на самом деле, есть у многих, потому что, ну, в самом деле, если мы сейчас посмотрим на скриншот, то сможем увидеть, что все выглядит максимально красиво, то есть, даже не верится, что вот это все, оно происходит на телефоне, типа, я как будто бы, знаете, как будто зашли с компьютера, и немного подредактировали скриншот, добавили вот эти вот боковые кнопочки андроидовские, добавили все прочие штуки, потому что вот это вот окно авторизации, оно выглядит круто, но круто, оно выглядит как бы для компьютеров, как это будет все на мобилках работать, и, то есть, ну, это же не особо удобно, как лично мне кажется, потому что вот это вот вводить ваш никнейм, каждый раз потом ваш пароль на вот этой вот маленькой клавиатуре андроид-телефона, андроид-смартфона и всего прочего, но это же вы сами должны понимать, как-то не особо хорошо, и вообще, то есть, андроиды, они славятся тем, что вообще вот эти вот все сервера и так далее, они славятся тем, что графон там, ну, не особо, и, судя по всему, это как бы ксиома, вот скриншот данного вообще всего локскрина и всего прочего, он сделан с ксиом, и, типа, как-то все очень четко, как будто бы какие-то ультра-дупер-пупер настройки, и локскрин, типа, не особо пикселизированный, и шрифт в чате, типа, ну, разрабатывают, видимо, вообще какие-то гени, потому что, когда ты заходишь на Arizona Roleplay, там и шрифты какие-то такие, ну, я знаю, тонюсенькие какие-то, все пикселизированное какое-то, я при том, что вроде, ну, настройки выставлены нормальные, а тут на ксиоме, типа, ну, возможно, ксиома какая-то дорогая, тем не менее, типа, графика вполне такая нормальная, вполне такая отличная, но локскрин, скажем прямо, это еще ничего не значит, это не значит, что, допустим, через неделю запустится Redmi Cramp, или, там, через день, через месяц, там, ну, или через еще какие-то вот эти вот временные промежутки, нет, как лично я думаю, с момента вот этого вот всего порта пройдет очень много времени, потому что, вот, один человек даже может заходить на какой-то готовый уже проект, и, в принципе, у него-то все будет нормально, но зайдет, допустим, там тысяч человек, или там человек 500, и мод, мобильный, вот этот вот весь порт, он может не выдержать, и просто, как на всем этом будут играть люди, вот тут уже задается, создается вот такой вот вопрос, и это не особо сильно понятно для большинства людей, поэтому, ну, как-то так мы на все это смотрим, и непонятно вообще, что получится из всего этого Redmi Cramp, однако я буду ждать, и я буду держать вас в грозе всех этих событий, подписывайтесь на мой канал, здесь я рассказываю о всех новостях всех GTA-самповских, GTA-крмп проектов, вы также в комментариях можете писать, то, какой проект мне нужно обсудить, какая у них там новость, и все-все-все прочее, или там компьютерный проект, что с ним сказать, что насчет него сказали, или там конфликты какие-то новые, да, вот это я тоже все буду обсуждать, поэтому заходите, пишите, и делайте все прочие ваши вещи. А всем спасибо за просмотр данного видеоролика, играл я на проекте Arizona Roleplay Phoenix, IP данного сервера находится в описании, там же в описании находится ссылочка на мой телекрам-канал, заходите туда, подписывайтесь, там тоже много всяких разнообразных, интересных для вас вещей. Не прощаюсь, увидимся тут же завтра в 20.00, либо немного позже, либо немного раньше, в любом случае ставьте колокольчик, и ролик вы не пропустите никогда. Всем пока!